МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Март 2018 года. Ученые из Национального университета напуганы. Они зафиксировали в атмосфере Земли огромную прореху. В ионном слое планеты образовалась дыра диаметром 900 километров. А ведь именно этот слой защищает Землю от губительной для всего живого космической радиации. Дырку в ионосфере проделала тяжелая ракета-носитель, которую запускала компания американского инженера-изобретателя Илона Маска. Вместо традиционной изогнутой траектории ракета была запущена почти вертикально. В результате сформировались круговые ударные волны. Они оказались самыми мощными за всю историю космических запусков и повредили верхний слой атмосферы. Это привело к сбоям в работе навигационных систем над западными территориями США и прилегающими к ним районами Тихого океана общей площадью примерно 2 миллиона квадратных километров. Такого эффекта не ожидал никто. Может ли освоение космоса стать новой угрозой для атмосферы Земли? И какие знаки воздушная среда посылает нам? Это ее предупреждение или уже крик о помощи? Сегодня в программе. Плазмоиды у Москвы. Программа «Тайный Чапман» выехала на место, где видели странные шары. Мы пытались оставить здесь видеорегистратор. Когда пришли, он был полностью уничтожен. Нас не так учили в школе. Откуда на самом деле берется воздух? Там находится какой-то реактор, который синтезирует все элементы таблицы Медельева. Кто и зачем смещает полярные сияния? В принципе, это чревато просто ликвидацией жизни. И каких атмосферных явлений надо бояться больше всего? Будет видеть изображение, будет слышать у себя в голове голос, да? И при желании он может это потрогать. Исследователь аномальных явлений Игорь Антонов специально для программы «Тайный Чапман» согласился провести нас по самым загадочным местам Салтыковского лесопарка. Он считается одним из самых аномальных в Подмосковье. Здесь постоянно наблюдают загадочные атмосферные явления. Вот на этом месте был зафиксирован плазмоид. Затем мы пытались оставить здесь видеорегистратор. Когда пришли, он был полностью уничтожен. Сгорел изнутри весь. Одному из очевидцев все же удалось сделать фотографии плазмоида. Белый шар небольшого диаметра завис над лесной опушкой. Неподалеку от него второй. И это всего в 25 километрах от Москвы. Когда на место приехала группа исследователей, они увидели поваленные странным образом деревья. Вот дерево явный пример того, что какая-то неведомая сила как бы вышла из земли и его просто раздробило, потому что древесина здесь абсолютно живая, а дерево не могло естественным образом так упасть. Салтыковский лесопарк находится на месте разлома земной коры. Такие зоны из древля считаются патогенными. Но, возможно, дело не только в этом. Необъяснимые атмосферные явления в последнее время все чаще регистрируют в самых разных частях света. Великобритания. Литц. Май 2017 года. Удивительное облако в виде гигантского глаза снял на фото житель Северной Англии. Он был потрясен, как будто кто-то смотрел на него с неба. Метеорологи пояснили, в небе над английским городом не произошло ничего необычного. Просто образовались так называемые линзовидные облака. Однако не все считают странные облака безобидной жалостью природы. Я предполагаю, что имеет характер именно исключительно идеологический. То есть идеологический. Ну, влияние на психику. Неужели облака и плазмоиды рукотворные? Но кому и зачем понадобилось их создавать? И могут ли загадочные атмосферные явления быть связаны с природными катаклизмами, которые обрушились в последнее время на разные части света? Эксперты утверждают, климатические аномалии накрыли планету, потому что мы слишком долго относились к воздушному пространству, как к чему-то неизменному. Ну, атмосфера, что там может быть? Глаза мы видна, прибор мы прощупываются, самолеты летают. Казалось бы, что там может быть. Но, похоже, пришла пора задуматься. А так ли надежна наша атмосфера? Чего от нее ждать? А самое главное, почему она меняется? Землю не всегда окружала атмосфера. Газовая оболочка возникла примерно 4 миллиарда лет назад. Ученые полагают, в те далекие времена наша планета столкнулась с метеоритом, в результате чего вокруг нее и начала формироваться атмосфера. Тогда она состояла из гелия и водорода. Кислородная атмосфера возникла относительно недавно. И это была, на самом деле, катастрофой для той жизни, которая была еще в двух кислородной эпохи. Удивительно, но никто не знает точно, как и почему в составе атмосферы появился кислород. Зато хорошо известен состав современного воздуха Земли. В нем всего 21% кислорода и намного больше азота – 77%. Два оставшихся процента приходятся на другие газы, самый особенный из которых – углекислый газ. На Венере примерно такое же количество углекислого газа, как на Земле. Но этот углекислый газ на Венере находится в атмосфере. У нас большая часть углекислого газа спрятана в земную кору и надежно там похоронена. И поэтому существенная разница в температурах. То есть там, в общем, где-то 450 градусов на поверхности, ну а у нас где-то порядка 15%. Однако за последние 100 лет количество углекислого газа в атмосфере выросло в 10 раз. Ученые утверждают, из-за этого температура поверхности Земли повысилась и возник так называемый парниковый эффект, который угрожает всему живому. В принципе, это чревато просто ликвидации жизни, просто стерилизации. Гибель всей биосферы возможна. Именно под предлогом борьбы с парниковым эффектом по всему миру с самолетов начали разбылять химтрейлы, химикаты, содержащие наночастицы алюминия. Они якобы должны отражать лишний солнечный свет и тем самым противодействовать глобальному потеплению. И над Россией тоже химтрейлы летают, над Москвой в частности. То есть несмотря на то, что над Москвой запрещено летать, запрещено сбрасывать топливо тем более, мы можем наблюдать над городом полосы во всё небо. То есть не короткие инверсионные следы по сбросу, а длинные-длинные устойчивые полосы, которые расходятся в облаках. С точки зрения физики, химтрейлы – весьма спорный способ борьбы с потеплением. Ведь распылённый слой химикатов мешает нагретым за день участкам планеты остыть. То есть как раз способствует парниковому эффекту. Кроме того, специалисты сделали интересное наблюдение. Странные атмосферные явления чаще всего наблюдаются именно в зоне распыления химических реагентов. То есть когда, допустим, белый свет, да, и мы видим, например, две Луны, или ещё какую-то крупную планету, там, странно, что-то там, несколько минут она висит, то мы видим. Вы будете удивлены, но в эпоху динозавров в составе атмосферного воздуха было в 20 раз больше углекислого газа, чем сейчас. Как же гигантские ящеры жили в таких условиях, и почему не сгорели заживо? Есть версия, что за счёт большого количества углекислого газа в воздухе атмосфера была толще, чем сейчас, а значит, лучше защищала от Солнца, которое в ту эпоху было куда агрессивнее и жарче. Так, может, не количество углекислого газа влияет на температуру планеты, а нечто другое? Но что тогда происходит с нашей атмосферой? Через 80 лет на Земле исчезнет воздух. Такое заявление сделали американские учёные. Они утверждают, что причиной катастрофы станет гибель фитопланктона, который является основным источником кислорода. Но так ли это? Одно фитопланктонное сообщество производит за день в 100 раз больше кислорода, чем лес, занимающий такую же площадь. И в отличие от леса, самим водорослям кислород практически не нужен. Глобальное потепление уничтожает фитопланктон. Учёные предостерегают, если водоросли не приспособятся и продолжат вымирать, воздух в баночках, которые сегодня продают в качестве сувениров, станет так же необходим, как хлеб и вода. Неужели нам и правда осталось дышать бесплатно всего лет 80? Может, пора начинать дело кислородные запасы? Оказывается, многое из того, что нам рассказывали об атмосфере, неправда. Схема круговорота воды, официально признанная от академической науки, она неправильная, она неверная. Она просто ложная. Причём, знаете, изначально ложная. Изначально фальсифицированная. Украина. Донецк. 16 июня 2012 года. Чемпионат Европы по футболу. Спустя несколько минут после начала второго тайма матч между сборными Франции и Украины прервал жуткий ливень. Хотя ещё несколько минут назад погода была безоблачная и светило солнце. Откуда взялись эти тучи? Как образуются облака? Облака образуются не по той схеме, которую нам преподают в школах и в институтах. Любое облако образуется не только за счёт того, что идёт конвекция воздуха, подъём тёплых струй и охлаждается там, и работает по схеме сковородок-холодильник. Нет. Основная масса воды в верхних слоях атмосферы формируется только за счёт того, что идут энергопотоки из недр Земли. А вот ещё один интересный вопрос. На планете есть регионы, где нет дождей, водоёмов и растительности. Это пустыни, но там есть воздух. Допустим, всё дело тоже в конвекции. А как быть с обширными засухами и пожарами, которые выжигают тысячи гектаров лесов и уничтожают кислород? Остаётся открытым вопрос, как на протяжении многих тысячелетий и даже миллионов лет поддерживается баланс атмосферы по газам. То есть газовый состав атмосферы, он стабилен на протяжении многих и тысячелетий, несмотря на катаклизмы, которые происходят на Земле. За последнее время учёным пришлось отказаться от многих базовых постулатов науки об атмосфере. Например, выяснилось, при подъёме примерно до 80 километров температура воздуха убывает, а дальше начинает повышаться. На высоте 250-300 километров атмосфера разогревается до 1500 градусов по Цельсию. Из-за высоких температур в верхних слоях атмосферы молекулы воздуха мчатся со скоростью нескольких десятков километров в секунду. Они выходят за пределы поля тяготения планеты и утекают. Что это значит? Земля литрами стравливает воздух в космос. Но тогда почему мы до сих пор не потеряли всю атмосферу? Смотрите далее. Тайна атмосферы. Кто накачивает воздух? Эти микротрещины затянули клевиды, а потом выгнулись. Как атмосферные явления предсказали развал Советского Союза? До сих пор никто не может расшифровать. Китишград. Где искать таинственный город? Мы учились у Глазунова, и он нам рассказывал, что он ездил на это озеро. Литры воздуха, которые ежегодно теряет атмосфера, ученые перевели в тонны и получили 5 миллионов тонн газов. Почему же нам до сих пор есть чем дышать? Специалисты предполагают, что воздух подается на поверхность из-под земли. В недрах планеты идут сложные процессы, которые регулируются природой. Выдерживается определенное давление, температура, состав. Воздух готовится и поступает наверх. Этот процесс назвали насос бороздича. Представьте себе литосферу. Плотная оболочка Земли. На нее воздействуют Луна и Солнце как наиболее сильные факторы. И они делают так называемые лунно-солнечные приливы. То есть когда литосфера то выгибается, то прогибается. И когда вот прогиб, выгиб идет, вот трещинки, находящиеся в этих разломах, микротрещины, они при прогибе открываются, и из недра Земли идут флюиды. А когда, наоборот, выгиб идет, эти флюиды, которые находятся в трещинах, они выходят наверх. И поэтому получается как насос. Тогда становится понятно, почему с атмосферой творится что-то неладное. Ведь последние 150 лет человечество активно осваивает недра. Копает метро, роет тоннели, строит огромные подземные хранилища и даже города. Элементарно нельзя лезть, куда не понимаем. Добывать ни нефть, ни уголек, ни газ нельзя. Энергии полно, которые от солнца передают нам на Землю. Ешьте сколько хотите, ни копейки не платите. А мы полезли в дебрия. При сжигании угля, нефти и газа выделяется огромное количество тепловой энергии. Наша комфортная жизнь тоже вносит свою лепту. Если все жители Земли вскипятят одновременно одну чашку чая или кофе, то это будет равнозначно сжиганию небольшого состава с углем. Получается, причина глобального потепления не в выбросах углекислоты, а в том тепле, которое образуется в результате деятельности человека. Нагретый воздух добавочно прогревается солнечными лучами. А как при этом меняется его состав? Это даже страшно представить. В 1963 году США, Великобритания и СССР подписали договор, согласно которому ядерные испытания могут производиться только под землей. Тогда всем казалось, это должно сохранить экологию планеты. Но если воздух берется из-под земли, нетрудно представить последствия. Хотя природа планеты все равно пыталась как-то предупредить человечество о грядущих бедах. Распад СССР СССР предсказывали небесные знамения. В 1990 году в СССР было зафиксировано рекордное количество непонятных атмосферных явлений. В разных местах страны в небе возникали цифры и графические символы. Каспийское море. 2 декабря 1990 года. Казахские метеорологи заметили над водной поверхностью огромные светящиеся буквы JVL. То же самое наблюдали и их коллеги из Узбекистана. Годом раньше в небе над Ростовской областью появился целый набор знаков и цифр. Через какое-то время они исчезли, а на их месте сформировались два вопросительных знака. Появлялся не только этим числом. Другие числа. Но до сих пор никто не может расшифровать их. Вот чем беда. Метеорологи предположили, это явление могло возникнуть из-за присутствия в верхних слоях воздуха мельчайших ледяных кристаллов, преломляющих солнечные лучи. Однако странные знамения в воздухе очевидцы наблюдали не только днем, но и ночью. И они были очень яркими. Тусклый свет Луны и звезд не смог бы дать такой эффект. Многие подтягивают вот эти явления в атмосфере каким-то процессом, который происходит в социальной сфере. То, что эти сферы взаимосвязаны, это совершенно очевидно. Древние верили, по всему окружающему миру разлита сверхъестественная сила, а все атмосферные явления это предостережения и знаки. Надо только уметь их читать. Интересно, что люди науки тоже не отрицали этой взаимосвязи. Отец русской космонавтики Константин Циолковский рассказывал о странном атмосферном явлении, которое наблюдал с полкона своей дачи 31 мая 1928 года. Вечером на линии горизонта внезапно возникли белые буквы R, A и Y, которые отчетливо читались на темно-синем небосводе. Под буквами зависло облако, напоминавшее могильную плиту. Сначала Циолковский решил, видение означает «после смерти будет рай». Но потом засомневался. Ведь по-английски «рей» означает «луч». Циолковскому показывали слово на английском «рай», а он так и не понял, что это такое. То ли он в рай попадет, то ли что. А Циолковского избрали, чтобы он кое-что для землян полезное сказал. Многое труды его до сих пор даже не опубликованы. На сегодняшний день наука может внятно объяснить лишь один случай небесного знамения. Оно было зафиксировано в 1670 году. Тогда яркие вспышки в ночном небе наблюдались в созвездии Лебедя в течение нескольких недель. Недавно астрономы обнаружили в этом месте небольшую туманность. После ее анализа пришли к выводу. В 17 веке произошло редчайшее явление столкновение двух звезд в космическом пространстве. Люди на Земле наблюдали его последствия. Но ведь в атмосфере появляются не только свечения и символы. Например, в переломные моменты русской истории в небе часто возникал Лик Богородицы. Появление Девы Марии было довольно частым явлением во времена Великой Отечественной войны, в том числе 6 апреля 1945 года при взятии Кёнинсберга, когда Дева Мария появилась в воздухе, и над рядами фашистской армии фашисты закричали «Посмотрите, Пресвятая Дева», и они капитулировали. В 1914 году над участком Русско-Германского фронта тоже появилась фигура Богородицы. Солдаты подумали, это призыв к миру. Позже события попытались объяснить как пропагандистский прием с применением мощнейшего проекционного фонаря. Но тогда ни одна из сторон не располагала соответствующей аппаратурой. Что же это было? Раньше все можно было списать на обман зрения или даже на коллективные галлюцинации. Но в 21 веке игнорировать загадочные явления невозможно. Когда сейчас появились гаджеты и большая их концентрация, это подтверждается еще чисто инструментально. То есть эта техносфера помогает нам фиксировать это явление и это доказывает, что это явление физически. Это не просто какое-то волнение психики какого-то человека. В начале 20 века выдающийся русский ученый Владимир Вернацкий сформулировал теорию о аноосфере. Он считал, не только природа оказывает влияние на человека, существует и обратная связь. Эта связь сводится исключительно к физическому воздействию человека на окружающую среду. Она более сложная. Но сфера это оболочка земли, на которую воздействует производство, культура, быт и мысли людей. Это своего рода информационное поле планеты. А теперь представьте, если развал Советского Союза целенаправленно готовился на Западе, то без сомнения был интенсивный мыслительный процесс большого количества людей. Они эту мысль вынашивали в своей голове, а эта голова это все-таки физические параметры. Большие сгустки информации они существовали в физическом пространстве. Это физический процесс, и он не мог не найти отражения именно в физических процессах, которые происходят в той же атмосфере. Стоит ли удивляться, что разрушительные мысли тех, кто готовил передел политической карты мира, обладали очень мощным зарядом и проявились в атмосфере в виде загадочных символов и букв. Они были своего рода маяками, которые предупреждают корабль о грядущей опасности. Вот только понять и расшифровать эти сигналы дано немногим. И свершилось чудо. Зазвонили церковные колокола, затряслась земля, и на глазах изумленных татар Китиш стал погружаться в воды озера Светлояр. Подобные описания встречаются во многих легендах, которые рассказывают о волшебном исчезновении русского города Китиша. Некоторые его жители не захотели подчиняться татар-монгольским захватчикам. Это город, который говорит нам о менталитете всего русского народа, о том, что мы никому не подчиняемся, мы не готовы никому платить, мы скорее уйдем под воду или поднимемся в небеса. Поэтому этот город настолько значим для русских людей. Найти загадочный город пытались неоднократно. На озеро Светлояр было направлено несколько научных экспедиций. Ученые досконально изучили местность и грунт вокруг водоема. На берегу бурили скважины, аквалангисты исследовали дно озера. Никаких следов легендарного города найти не удалось. Тем не менее, в древних летописях упоминаются пророчества о городе, который станет центром русской земли, а потом уйдет под воду. Возможно, Китишград просто не там ищут. Знаменитый художник Илья Глазунов посвятил много времени изучению легенд о Китишграде. Мы учились у Глазунова, и он нам рассказывал, что он ездил на это озеро и пытался услышать этот вот зов предка, пытался. И добрался, и увидел это озеро, увидел этот город. Он думал об этом и рассказывал все время. В 1986 году Илья Глазунов написал картину «Легенда о граде Китеже». Ее сюжет традиционен. Необычно то, что художник поместил таинственный город на дно совсем другого озера – Исык-Куля. Существует также у нас ряд ученых, которые считают, что Китишград действительно находился на берегах Исык-Куля, потому что были проведены определенные исследования в 1985 году прошлого столетия, и действительно были обнаружены девять затонувших городов Исык-Кули, и в том числе три города античных. Существует гипотеза, что в районе озера Исык-Куль находилась родина Ариев, прародителей славян. Именно они и могли основать Китишград. Предположительно, из этих мест за 12 веков до Рождества Христова началось великое переселение народов, а спровоцировала его природная катастрофа, в результате которой Китиш и другие города древней цивилизации ушли на дно. Выходит, Китишград существовал на самом деле. Но почему в русских легендах мифический город оказался на территории современной Нижегородской области, в районе Жигулевского изгиба Волги? Что же видел хан Баты и его войска? Возможно, это был хрономираж? Это вообще явление малоизученное, малоисследованное. Это явление связано, скорее всего, с излучением психической энергии, когда, допустим, происходят какие-то мощные выбросы энергии у группы людей. Ну, к примеру, это сражение какое-то, это битва какая-то. Вот идет мощнейший эмоциональный выброс. И потом проявляется оно в виде видения вот этой картины, которую видит человек, один человек или несколько группы какая-то. Хрономиражи чем-то похожи на небесные знамения. Но только это реальные события, которые происходили в прошлом или будут происходить в будущем. Обычно они возникают в аномальных зонах. Озеро Светлояр как раз относится к таким местам. Аквалангисты, которые искали на его дне следы Китишграда, выяснили, водоем образовался на месте разлома земной коры. Его глубина достигает 30 метров. Так что монгольское войско вполне могло увидеть перед собой не настоящий Китиш, а иллюзию, которая воспроизводила события далекого прошлого. Можно предположить, что хрономиражи подчиняются законам природы, пока еще не открытым официальной наукой. Огромная фиолетовая дуга, пересекающая небо. Именно так выглядит атмосферное явление, которое обнаружили канадские астрономы-любители. Наука до сих пор не может объяснить, что же это такое. Канада, 2017 год. Астроном-любитель Крис Рацлав открыл загадочное атмосферное явление. Он сфотографировал длинную фиолетовую дугу, которая появилась в небе над провинцией Альберта. Дуга простиралась с востока на запад на расстоянии более 100 километров, а ширина ее составляла 25-30 километров. По всей ее длине мелькали краткие зеленые всполохи в виде частокола. О своем открытии канадец рассказал в научных кругах. И это как-то всех очень задело. Вот нас, американское космическое агентство, даже обратилось к жителям наблюдать вот эти вот явления. Их назвали Стивом. Сначала предположили, что в небе над Канадой астроном-любитель запечатлел редкую разновидность полярного сияния, так называемое протонное свечение. Однако эту версию сразу же отвергли профессиональные ученые. В отличие от обычных северных, протонные сияния невидимы человеческому глазу, и их невозможно сфотографировать. Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук Олег Вайсберг рассказал, что видел нечто подобное много лет назад, когда работал на севере и занимался изучением полярных сияний. И вот в вечернее время при чистом совершенно небе я вдруг увидел такую вот красную полосу, которая распространялась тоже вот в направлении с востока на запад. Она, ну, видимо, где-то порядка получаса существовала. Могут ли эти явления быть связаны между собой? Свечение, которое видел Олег Вайсберг, изучить не удалось. В то время не было подходящей аппаратуры. А вот наблюдение за фиолетовой дугой, которую назвали Стив, пока принесло больше вопросов, чем ответов. На высоте 300 километров над поверхностью Земли один из спутников прошел сквозь область, где наблюдалась фиолетовая светящаяся полоса. В этот момент температурные датчики показали скачок на 3000 градусов по Цельсию. Спутник также зафиксировал необычно высокую скорость газового потока 6 километров в секунду. Для сравнения, окружающие его массы газа двигались со скоростью всего лишь 10 метров в секунду. Что за странное течение проходит через ионосферу Земли? Почему на высоте 300 километров возникает такой температурный скачок? Ни НАСА, ни Европейская космическая ассоциация не могут объяснить это явление. Россия октябрь 2017 года эти фотографии сделаны в Томской области на первых из них хорошо виден светящийся шар а на последних дуга которая осталась после того как он рассеялся. что происходит в настоящее время вот эта вот магнитная экология очень сильно нарушена то есть все излучения которые искусственные радиотелефоны электростанции лэпы все прочее они сбивают естественную частоту Земли и соответственно то излучение которое выходит из глубины Земли ему легче попасть в резонанс с какой-либо частотой и образовать вот эти вот атмосферные явления. Но что если мы имеем дело не с возмущением земной коры а с оружием основанным на новых физических принципах? Смотрите далее. Как обратить тайны планеты себе на пользу? Что ждет нас впереди мы до конца не знаем. К нам движется северное сияние. Почему это явление мигрирует на европейскую часть России? Я однажды видел полярное сияние даже в Крыму когда-то. Загадки ускорения куда спешат магнитные полюса? Цунами они будут смывать просто все что будет на суше. Явление Стив результат экспериментов с плазменными технологиями считают эксперты. Существует гипотеза что при движении в плазменном коридоре летательные аппараты могут развивать невероятную скорость. А это открывает колоссальные возможности. Есть много свидетельств летчиков-испытателей которые наблюдали рядом со своими самолетами непонятные светящиеся шары. Какое-то время они шли рядом а потом уносились на стремительных скоростях. До сих пор такие шары активно выдают за инопланетные корабли. На них можно списать все что угодно поскольку проверить ничего нельзя. Хотя на самом деле они могут быть настоящим плазменным оружием. Это крайне опасно для верхних защитных слоев атмосферы а значит для жизни всего живого на Земле. Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири со скоростью 60 километров в год. Это значит через 15 лет фантастическими полярными сияниями будет любоваться почти вся Россия. Стоит ли радоваться этому обстоятельству? Россия Ленинградская область Апрель 2018 года Ночное небо озаряется яркими всполохами северного сияния. Необычные для этих широк явления очевидцы наблюдали в течение трех дней. В марте 2015 года полярное сияние фиксировали в Латвии Белоруссии и Ярославской области. Даже бывают были случаи вы знаете в Москве я однажды видел полярное сияние даже в Крыму. Когда? Полярные сияния смещаются вслед за магнитными полюсами. В 19 веке северный магнитный полюс медленно блуждал по северо-западу Канады, а в конце 20 века сменил курс и стремительно пошел на восток. Сейчас он уже в центре Северного Ледовитого океана. К чему приведет миграция магнитных полюсов в сторону густонаселенных территорий. С древнейших времен у северных народов известно странное заболевание мирячка или зов полярной звезды. Во время вспышки полярного сияния человек впадает в транс, слышит странные голоса, видит ангелов и идет им навстречу. Среди эскимосов распространены многочисленные предания о том, как по зову полярного сияния все население поселка бросало свои чумы, даже грудных детей и уходило словно зомбированное в сторону полюса. Это на самом деле естественное воздействие вот этих энергий, этой энергии на людей. Она воздействует на мозги, на нервную систему, поэтому некоторые во время этого заболевания начинают разговаривать на иностранных языках. Современная наука доказала, во время полярных свечений образуются электромагнитные волны низкой частоты от 8 до 13 герц. Они соответствуют частоте бета и альфа ритмов головного мозга. Воздействие этого излучения вызывает необъяснимую потребность стать единым целым с чем-то величественным. Кроме того, полярное сияние сопровождается инфразвуком, влияние которого на мозг и нервную систему до сих пор не изучено. В процессе эволюции коренные народы Севера сумели приспособиться к особенностям природных явлений в приполярных широтах. Не случайно среди них так много шаманов, способных трансформировать разрушительную энергию и использовать ее в своих ритуалах. Другие люди, которые не шаманы, для них, наоборот, приход этой волны это только дополнительная нагрузка и дополнительный стресс. И люди чувствуют недомогание. Большинство людей в этом признаются. А теперь представьте, что будет, когда полярные сияния переместятся в средние широты, где живет гораздо больше народа, чем на севере. Проблемы будут. Почему? Потому что организмы людей, которые эволюционно росли в определенных геофизических полях и вдруг сталкиваются с другими геофизическими полями, это по неволе будет осложнение организма. Это по неволе поражающий фактор. Но это еще не самое страшное. Неизбежное перемещение полюсов меняет акваторию планеты. Если это произойдет достаточно быстро, то акватория при смене поднимет большие волны и эти волны, так называемые цунами, они будут смывать просто все, что будет на суше. Потом будет проявляться некая новая суша после установки новых полюсов, где уже будет понятно, где какой материк, в каком виде остается. Высчитать, когда северный магнитный полюс поменяется местами с южным, ученые не могут. Но точно известно, подобное уже было в истории Земли. До 2010 года на карте гугла на спутнике можно было рассмотреть старые города, дороги в Тихом океане и других местах. Но с 2010 года с целью уменьшения интереса к теме, то есть все эти объекты были заретушированы на спутниках и в карте. Но если смещение магнитных полюсов естественный процесс, к чему такая секретность? Возможно, дело в том, что северный магнитный полюс мчится на восток как-то подозрительно быстро. Раньше это было 7-8 сантиметров в год, а сейчас уже 17. Как это объяснить? Влияние может идти как минимум от трех источников. Первый источник от космоса, второй от Земли, а третий от человечества. В последние годы Солнце стало вести себя более активно. Геомагнитные возмущения на нем происходят чаще и длятся дольше. А полярные сияния всего лишь их следствия. Получается, опять во всем виновата наше светило? С точки зрения НАСА – да. Однако, сопоставив значения корональных выбросов на Солнце в течение 10 лет, эксперты пришли к выводу – многие из них были незначительны и не могли привести к серьезным магнитным бурям и ярким полярным сияниям. Тогда в чем дело? В Финляндии появился первый в мире смотритель северных сияний. Его задача – наблюдать за небом и сообщать туристам, когда оно начнет озаряться фантастическими вспышками. Но будет ли это зрелище действительно чудом природы? Или это искусственно созданное небесное явление? Аляска. 2017 год. На территории самого северного штата США снова заработал проект ХАРП. ХАРП – это огромное поле площадью 13 гектаров, на котором расположены антенны, радары, лазерные локаторы, приборы и другая аппаратура для измерения магнитного поля Земли. По словам американцев, ХАРП – исключительно мирный проект, который изучает северное сияние. Ну, даже смешно говорить о том, что военные вдруг заинтересовались таким вопросом. Всегда это было оружие, и ХАРП – это не исключение. Эксперты считают, в северных сияниях, которые происходят все чаще, виновата вовсе не Солнце. Красивые атмосферные явления – это побочный эффект деятельности проекта ХАРП. Северное сияние – это где-то 10-14 джоулей. Значит, ХАРП – это где-то примерно 2 мегаватта мощности. Ну, при некотором накоплении, в принципе, это сравнимо с мощностью северных сияний. Я думаю, если так вот накачать энергии какой-то регион, район ионосферы, то это может действительно как-то проявиться как свечение, потому что эта энергия будет выделяться в форме света. Существует мнение, что главная цель проекта на Аляске – воздействие на ионосферу Земли. С помощью ХАРПа можно вызывать не только природные катаклизмы, но и особые электромагнитные поля в заданных точках, обладающие психотропным воздействием на человека. Также можно вмешиваться в системы связи и навигации, ведь именно через ионосферу проходят радиосигналы. Однако, по мнению экспертов, самое страшное другое. Смотрите далее. Что станет причиной скорого апокалипсиса? Нам придется нашу атмосферу перестраивать уже промышленными масштабами. Разукрасить небо. Северные сияния заказывали? Возникало ощущение чего-то нереального, чего-то такого потустороннего. Искусственные миражи или как вызвать массовый психоз? Появляется, значит, на Гесландском государстве образ пророка Хамера. Если мы будем продолжать воздействовать на ионосферу, то спустя определенное время может вся планета остаться без защитного купола, роль которого как раз и выполняют верхние слои атмосферы. Через 10-20-30 лет мы действительно столкнемся с усилением, например, космического излучения и тогда нам придется нашу атмосферу перестраивать уже промышленными масштабами. То есть индустрии всех стран будут работать именно на то, чтобы изменить климат, чтобы сдержать космическое излучение. Постепенное разрушение ионного слоя Земли происходит с начала эпохи авиации и освоения космоса. Ученые успокаивают. Ионосфера обладает способностью восстанавливаться. Но ведь она не резиновая. Дыры от тяжелых ракет, запущенных компанией Илона Маска затягивались в течение нескольких часов. А это только пробные запуски. Что же будет, когда США и Китай начнут запускать на Марс уже не тяжелые, а сверхтяжелые ракеты? Магнитные бури, которые обычно ионосфера держит в этих местах, они будут многократно усилены. Что будет влиять безусловно на все живые организмы, ну и в том числе на магнитно-сферу Земли. Получается, воздушная оболочка Земли меняется не только из-за активной деятельности, которую человек ведет в недрах планеты, но и из-за воздействия на верхние слои атмосферы. Парадокс, но планетарную катастрофу, от которой мировая элита пытается убежать на Марс, может вызвать именно полеты на Красную планету. Но пока Марс не пригоден для жизни, у нашей планеты есть шанс выжить. Главное прекратить опыты соносферы. Просто если мы будем влиять на это и сменим магнитные полюса, то мало не покажется никому. Все на этом цивилизационное наше эпоха заканчивается. Намного интереснее управлять человечеством, чем его просто уничтожить, получая с него благо. Но вот что интересно. Наряду с проектом ХАРП, который якобы исследует северное сияние, на Аляске есть специальная организация, которая занимается изучением миражей. Вы думаете, самые четкие и яркие миражи можно увидеть в пустыне? Вовсе нет. Они появляются на Аляске. Здесь не раз наблюдали горы и даже огромные небоскребы, которых нет в этом северном штате. На первый взгляд в этом нет ничего удивительного. Мираж это игра воздуха со светом, в результате которой можно увидеть самые необычные мнимые изображения. Чем холоднее, тем видение отчетливее. Перу. Пустыня Наска. Ученые до сих пор спорят о значении гигантских изображений, которые можно увидеть только с высоты птичьего полета. Загадочные рисунки, полосы и геометрические фигуры достигают нескольких сотен метров в длину. Глубина линий 30-50 сантиметров. По сути, это не глубокие траншеи, предположительно созданные цивилизацией Наска, населявшей плато до 2-го века нашей эры. Эти изображения поставили перед историками немало вопросов. Самый главный, для чего они были сделаны? Когда рядом с рисунками обнаружили глиняные черепки, появилась гипотеза. Загадочные изображения предназначались для создания искусственных миражей. Лучи от сияния Луны отражались в сосудах с водой, расставленных в траншеях-контурах. Их блики создавали на небе сильно увеличенное изображение рисунков, которое можно наблюдать на расстоянии многих сотен километров от пустыни. Миражи могли передавать наблюдателям какую-то информацию, а могли призывать к определенным действиям, ведь в древности они считались мистическим явлением. Эффект от внезапно возникающих в ночном небе гигантских изображений был ошеломляющий. Когда вы видите, скажем, на небе какие-нибудь деревья или горы, которых на самом деле нет, которые потом исчезают, возникало ощущение чего-то нереального, чего-то такого потустороннего и вне мирового, понимаете. В конце 19 века американский физик-экспериментатор Роберт Вуд смоделировал мираж в лабораторных условиях. Он признавался, что хотел почувствовать себя всемогущим богом природы, способным создавать атмосферные явления и эффекты. Сегодня подобные мысли приходят в голову не только безобидному чудаковатому ученому. Искусственно создают облака, в этих облаках скрытые какие-то объекты наблюдать за нами. Вот так. 1995 год. Пентагон провозглашает доктрину «Нелетальная оборона». А следом выходит книга Дэвида Хамбринга «Виды оружия. Как современная война» породила наш мир высоких технологий. В ней автор раскрывает назначение программы. Оказывается, США уже давно ведут работы по созданию оружия управляемых эффектов. Оно должно управлять армией противника с помощью воздействия на органы чувств наведенными миражами, шокирующими запахами и вкусами. А не для этого лихим трейлы распыляют реагенты, которые якобы борются с парниковым эффектом. организированы наночастицы алюминия и других металлов, которые, попадая в атмосферу, скапливаются в определенных слоях, создавая так называемый купольный экран. На этом экране прекрасно проецируются любые объекты, что, собственно, уже давно мы наблюдаем, и туристы снимают, и многие другие. Это просто ход экспериментов. В 2016 году на сайте ЦРУ появилось официальное заявление о том, что хим трейлы это официальная военная программа США по созданию экрана в ионосфере. Явно не для борьбы с перегревом планеты. Можно предположить, что, так как население нашей планеты постоянно находится в войнах, то необходимо вывести некий новый мировой порядок, который включил в себя, безусловно, единую религию, но основанную не на природе, а основанную на неких учениях, которые можно выводить искусство. На первый взгляд звучит фантастично. Люди, живущие в 21 веке, не обитатели пустыни Наска, чтобы поверить в сверхъестественную силу миражей. Как картинка в небе, даже эффектная, может заставить человека сменить веру и религию? Оказывается, возможно, если задействовать излучателей системы ХАРП. Представьте себе на минуточку, появляется значит, над исламским государством образ пророка, пухами, текст из Корана, высокочастотное излучение могут позволять отправлять волны на уровне значит, сигналов, которые чувствуют главный мозг. И если этот текст дублировать внутри человеческой системы, то он будет думать, что это его мысли либо голос свыше. Но и это еще не все. Уже есть технологии, которые позволяют запускать со спутников ультразвуковые волны. В результате искусственные миражи можно не только видеть, слышать, но и прикасаться к ним. То есть эффект будет ношламительный. Особенно на не очень образованные слои, которые в большинстве. Эксперты полагают, многие необъяснимые атмосферные явления, которые видят и фотографируют люди. Это результаты экспериментов. Так отрабатываются глобальные технологии управления людьми с помощью планетарных особенностей планеты Земля. Вопрос лишь в том, как долго планета позволит безнаказанно вмешиваться в строение своих недр и оболочек. Наши предки боялись атмосферных явлений, усматривая в них знамения грозных событий. В наши дни искусственно созданные миражи, туманы и полярные сияния могут стать реальной угрозой для людей. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров Редактор субтитров